МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 12 апреля, родились. Николай Островский, драматург, автор около полусонни классических пьес о русской жизни. Среди них гроза, бесприданница, свои люди сочтемся. Николай Пржевальский, известный исследователь Центральной Азии. 12 апреля 1929 года была основана советская туристическая компания «Интурист». 12 апреля 1943 года основан Курчатовский институт для создания ядерного оружия. В этот день, 1961 года, Юрий Гагарин на советском космическом корабле «Восток» совершил первый полет человека в космос. 12 апреля 1970 года произошла гибель подводной лодки Ка-8 ВМФ СССР. Погибли 52 члена экипажа. 12 апреля отмечается День русских добровольцев. День русских добровольцев. Ни раз и ни два русские люди поднимались на защиту братских народов. И часто это было даже не по инициативе сверху, а царя или от партии, а просто потому, что сами люди чувствовали несправедливость, и это двигало их вперед. Даже в начале 19 века русские люди старались помочь задыхавшейся под турецким владычеством Греции или в освободительной борьбе грибальдистов в Италии. Но самая массовая и самая известная акция поддержки случилась перед знаменитой войной с Турцией в 1877-78 годов. Той самой с плевной с Кобелевым и стоянием на Шибке. В 1875 году началось антитурецкое обостание в Боснии и Герцеговине. Турецкий султан старался подавить его, но вскоре за боснийцами поднялись и более серьезные Сербия и Черногория с Болгарией. Если на восстание боснийцев турки пытались повлиять реформами, то болгары сербов подавили жестокостью. Вся Европа только и говорила, что о бесчинствах башебузуков, резавших мирных жителей, женщин и детей. Подвергнут истребление целый народ. Где? В Европе. Будет ли положен конец мучению этого маленького героического народа? Так писал во французской газете Виктор Гюго. В России это восстание стало предметом самых жарких дискуссий между славянофилами и западниками. Первые видели священным долгом защитить братьев-славян и заодно вернуть в лоно православия Константинополь. А вторые, во главе с представителями Министерства иностранных дел, считали, что ввязываться в конфликт сейчас нельзя. Реформы важнее. Тем не менее, со всей России люди из разных социальных слоев, от самых богатых до беднейших, собирали деньги для воюющих сербов и болгар. Лидером этого движения, кто сам поехал в сердце восстания, стал герой Крымской войны, покоритель Средней Азии, прозванный Ермаком XIX века, генерал Михаил Черняев. Несмотря на все попытки правительства его восстановить, он приехал в Сербию, где стал главнокомандующим армией. Вслед за Черняевым, который был не особо любим официальной властью, массово потянулись добровольцы. По разным данным, в Сербию приехало от 4 до 7 тысяч русских солдат. Среди них были и довольно известные офицеры Комаров, Бекер, Дохтуров и даже внук героя Отечественной войны 1812 года Николай Раевский. В одном из боев под Раковичами был убит штаб-сротмистр Николай Алексеевич Киреев, командовавший отрядом. Тело русского солдата было настолько безображено турками, что в России не могли не отреагировать. Общественное мнение все сильнее подталкивало государя Александра II к войне. Император сдавался постепенно. Сначала он разрешил русским офицерам уходить со службы в отставку, дабы поехать добровольцем на Балкан. По возвращении оттуда всех обещали восстановить взывание. Поток добровольцев увеличился. Ехали как идейные офицеры, так и простые крестьяне. С помощью них сербы и болгары сумели наладить отпор турецкой армии. А с появлением опытных русских офицеров в их рядах добавились организации и дисциплины. Благодаря помощи сербы одержали важные победы, но численное превосходство противника было велико. Восстание подавили. В конце концов, общественное мнение вынудило Александра II объявить Турции войну. Черняев стал народным героем не только в России, но и в большинстве славянских стран. Но на время официальной войны ему назначение не дали. С 1870-х годов ведет свой отчет русское добровольческое движение. Из этого времени о России сложилось совершенно особенное мнение на Балканах. Прежде всего в Сербии, Черногории, Болгарии. Хотя за столетия с лишним отношения братушек-славян прошли через многие-многие испытания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова